С начала года сотрудники прокуратуры выявили 920 нарушений закона. Вынесен 41 протест на незаконные правовые акты. В суд направлено 122 исковых заявления. Внесено 101 представление об устранении нарушений закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел. В Муравленко произошло резонансное преступление. 25-летняя женщина подозревается в убийстве собственного новорожденного ребенка. Обвиняемая приехала в Муравленко в конце октября 2015 года из другого региона России. На учет по беременности в женскую консультацию умышленно не остановилась. Следственный отдел возбудил уголовное дело по 106 статье Уголовного кодекса Российской Федерации убийство матерью новорожденного ребенка. До следственной проверки установлено, что 25-летняя жительница города в ночное время 16 ноября 2015 года, находясь по месту своего жительства, в ванной комнате самостоятельно родила ребенка. После чего закрыла рот и нос рукой, тем самым удушив его. После этого тела ребенка девушка положила в пластиковый пакет и выкинула в мусорный контейнер. За ходом расследования данного уголовного дела прокуратурой города установлен особый контроль. Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. В середине сентября неизвестные лица повредили ограждение детской игровой площадки, расположенной в городском парке культуры и отдыха. Причинив собственнику данного сооружения муниципальному казенному учреждению управления коммунального заказа ущерб на общую сумму 43 тысячи рублей. За ходом расследования данного уголовного дела прокуратурой города установлен необходимый контроль. За невыплату заработной платы к ответственности привлечен работодатель. В прокуратуру города с жалобой обратилась бывшая сотрудница одной из частных охранных организаций. Заявительница работала там охранником, однако после увольнения часть заработной платы и окончательный расчет она так и не получила. Дело с мертвой точки сдвинулось после вмешательства прокуратуры. По результатам проверки прокурором города было возбуждено в отношении юридического лица и руководителя данной организации два административных дела за нарушение трудового законодательства. По результатам рассмотрения, которое государственная инспекция труда, было вынесено постановление и на виновных лиц были наложены штрафы на общую сумму 36 тысяч рублей. Также за нарушение трудовых прав работника к ответственности привлечен один из индивидуальных предпринимателей. В ходе проверки было установлено, что заявитель несколько месяцев работал у бизнесмена водителем. Однако при приеме на работу предприниматель трудовой договор с ним не заключил. Не издавались и приказы о приеме на работу и увольнении. Не вносились и записи в трудовую книжку. Также своевременно не был выплачен окончательный расчет при увольнении. По результатам проверки прокуратуры города было возбуждено два дела об административных правонарушениях, происходящих частью 1 и частью 3 статьи 527 в отношении данного недовольного предпринимателя. Они были рассмотрены. На виновное лицо был наложен штраф в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, буквально на днях Муравленковский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города в интересах данного гражданина и взыскал с индивидуального предпринимателя все необходимые выплаты, которые были задержаны работодателем. И, соответственно, взыскал также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о хищении огнестрельного оружия. В октябре в отделение Муравленковской полиции поступило сообщение о хищении неизвестным лицом гладкосвольного ружья. В ходе проверки было установлено, что в июле 2015 года сотрудники ОМВД города Ноябрьск на территории дачного поселка Мечта обнаружили и изъяли гладкосвольное ружье марки ТОС. При экспертном исследовании оружия было установлено, что его номер соответствует номеру и признакам ружья аналогичной марки, которая в 2011 году была изъята из незаконного оборота сотрудниками ОМВД города Муравленко, где должно было находиться на хранении. По данному факту, 16 ноября 2015 года СОО МВД России по городу Муравленко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации – хищение оружия. После вмешательства прокуратуры, в связи с наличием достаточных оснований полагать, что к хищению огнестрельного оружия могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов, данное уголовное дело было изъято из производства территориального органа полиции и направлено для дальнейшего расследования в СОО по городу Муравленко Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации для дальнейшего расследования. Прекращено право одного из жителей города на управление транспортными средствами. В ходе прокурорской проверки было установлено, что Муравленковец, имея водительское удостоверение категории А, Б, С, страдает наркоманией, а также является обвиняемым по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. По результатам проверки прокурором города было подготовлено исковое заявление, которое было направлено в Муравленковский городской суд для рассмотрения по существу. Также в исковом заявлении перед судом был поставлен вопрос о применении мерообеспечительного характера, то есть признании, аннулировании медицинского заключения, на основании которого данному гражданину было выдано водительское удостоверение, то есть и приостановлении его действия. По результатам рассмотрения иска суд полностью удовлетворил исковое требование прокурора. В настоящий момент водительское удостоверение у данного гражданина изъято и передано на хранение в ОГИБДД, ОВД России по городу Муравленко. Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда в одном из коммунальных предприятий. Установлено, что за сентябрь 2015 года сформировалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 1 миллиона рублей. С действительными нарушениями прокуратуры города 2 октября 2015 года в адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушения федерального законодательства. В настоящее время все нарушения законодательства устранены, права работников установлены и задолженность по заработной плате перед ними пока что в полном объеме. Кроме того, по требованию прокуратуры города к дисциплинарной ответственности была привлечена главный бухгалтер указанного предприятия. Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя тендерного комитета филиала нефтегазодобывающего предприятия. Ранее прокуратурой города уже сообщалось о возбуждении следственным отделом уголовного дела за незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за незаконные действия. По версии следствия, исполняющие обязанности руководителя тендерного комитета филиала «Газпромнефть-Муравленко» за вознаграждение помогало хозяйствующим субъектам выигрывать тендеры на выполнение отдельных видов работ для нужд нефтегазодобывающего предприятия путем сообщения их представителям, участвующих в конкурсных процедурах стоимости работ, которая бы позволила заключить договор с конкретным юридическим лицом. За свои услуги обвиняемого получало вознаграждение в размере от 1 до 3% стоимости контракта. В общей сложности ей было получено вознаграждение в размере 350 тысяч рублей денежными средствами и ноутбук стоимость свыше 49 тысяч. Накануне уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Мураленковский городской суд для рассмотрения по существу. Установлены ограничения для должностных лиц органов государственного контроля при проведении проверок. Президентом России подписан закон, направленный на снижение административного давления и повышение качества регулярной среды для бизнеса. По правилам акта предусмотрены обязанности, с которыми должностные лица органов государственного контроля и муниципального контроля теперь не вправе будут требовать от проверяемых субъектов предоставления ими документов, которые в свою очередь уже имеются в распоряжении указанных органов контроля. Кроме того, в соответствии с указанными основными данными нововведениями орган государственного и муниципального контроля при проведении плановых выездных проверок не смогут также требовать и документы находящиеся в распоряжении иных органов государственного контроля и муниципального контроля. В настоящее время обмен такой информацией, такими документами будет осуществляться в электронной форме в виде международного взаимодействия. Ответственность за получение и дачу взяток. Получение и дача взятки являются наиболее распространенными преступлениями коррупционной направленности. Анализ проведенных прокуратурой лекции по правовому просвещению показал, что одними из часто задаваемых являются вопросы отличия подарка от взятки. Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федерации, подарок это то, что дарится безвозмездно, без встречных обязательств и передачи чего-либо со стороны одаряемого. Подарком может быть вещь, а также имущественное право, либо освобождение от имущественной обязанности. Если дарение сопряжено с необходимостью выполнить определенные действия, связанные с исполнением должностных обязанностей, или наоборот, бездействовать, используя при этом свое служебное положение в интересах дарителя, то такие действия являются взяткой. Взяткой может быть признана как определенная вещь, имущество, так и денежное вознаграждение, получение суда на льготных условиях, оплата отдыха, развлечений, транспортных расходов и тому подобное. При этом не имеет значения, что было вначале, получение взятки или определенное действие, либо сначала действие, а потом взятка. Главное, что до совершения действия между лицами была договоренность. Право на обращение в первоочередном порядке. Законодатель закрепил за отдельными категориями граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, право на личный прием в государственных органах, органах местного самоуправления, в первоочередном порядке. Нововведение является дополнительной гарантией реализации льготными категориями граждан конституционного права на обращение в государственные органы местного самоуправления за защиту своих прав, свобод и законных интересов. Туристов будут информировать об условиях договора добровольного страхования. Данным законом введена обязанность туроператоров и турагентов при заключении договора о реализации турпродукта информировать туристов об условиях предлагаемого договора добровольного страхования, а также о том, что в случае отсутствия такой страховки, турист будет вынужден самостоятельно оплачивать необходимую ему за границей неотложную или экстренную медицинскую помощь. Внесенные изменения и дополнения вступают в силу с 28 декабря 2015 года. Это все, что мы успели рассказать в программе «Грани закона». Следующий выпуск смотрите в декабре.